Первый очаг – Барышский район. Всего 25 голов. Район Кузоватовский и здесь под удар только в одном личном подсобном хозяйстве попало 17 животных. Сложности ветеринарам добавляет географическое расположение муниципального образования, в котором зафиксирована вторая вспышка. Определены угрожаемые зоны. В первой из них находится порядка 500-600 животных, которые в избежании развития эпидемии подлежат уничтожению. Личные подсобные хозяйства на сегодняшний день являются самым уязвимым сектором. Поскольку защищенности у них практически никакой, хозяева в принципе не спешат выполнять ветеринарно-санитарные требования, не относя себя к хозяйствам такого высокого уровня. Ну и, как правило, что и происходит в таких случаях, инфекция заносится на территорию хозяйства. Несмотря на серьезные географические и социальные отличия, в обоих случаях причина болезни одна. Зараза просочилась в личное хозяйство от диких кабанов, которым, к слову, даже не пришлось контактировать с жертвами. У хозяина ЛПХ и у кабанов был, ну, как это правильно сказать, был контакт, то есть источник, который он принес себе домой. То есть пути, как это, через дрова, через кровавые и другие, там были уже пути передачи. Это уже другой вопрос, сам факт, который у тебя ждет. Для того, чтобы как можно скорее устранить последствия и минимизировать возможность распространения болезней в соседние населенные пункты и районы, специалисты Росвельхознадзора призывают выполнять необходимые требования и внимательно следить за состоянием животных. Животное при заболевании африканской чумой свиней, оно, как правило, становится вялым, угнетенным, наблюдается истечение из носа, из глаз, наблюдаются также проличи, порезы конечностей, животное начинает хромать, валиться. Ну и специфичный характерный признак для африканской чумы свиней – это цианоз, то есть посинение кожных покровов. Все необходимые меры по локализации и остановке распространения болезни приняты. Все животные, попавшие в первую угрожаемую зону Кузоватовского района, будут уничтожены. Специалисты подсчитывают убытки фермеров, которые предстоит возместить. Давайте совместно с вами отработаем те мероприятия, чтобы не допустить возникновения третьих и последующих очагов подобных. Я думаю, что уже мы можем на чужих ошибках учиться. Да, здесь уже есть два муниципалитета, поэтому давайте еще раз определяем, сегодня прямо обрабатываем, завтра доводим все, соответственно, методические рекомендации. Сейчас в районе поселка Кузоватого выставлены ветеринарные посты, проселочные дороги перепаханы, сложность остается только с региональными трассами, где уже установлены скоростные ограничения, а сотрудники ветеринарного контроля совместно с представителями ГИБДД выборочно проверяют транзитный транспорт.